ну что сергей в это самое мы проверим сайт или как ты там я открыл так сейчас тогда подожди я по твоей ссылочке перейду один секунд так открываю есть такое дело значит сайт у нас ну что нормально так вот такое будет название linux черточка романов . инфа так ну наверное нам с тобой нужно будет поблагодарить всех людей которые помогли скажем материально перевели деньги к тебе на кошелек на эти деньги значит ты значит приобрел имя сайта и хостинг на год я все-таки помнишь тебе говорил что сайт не будем запускать до тех пор пока вот люди как говорится всем миром эту проблему не навалится а люди оказались крица нормальные с пониманием подошли к делу и за сколько там за месяц там нормальный смысл был какой собрать деньги да да у я подписку мы их собрали да да лично мне так скажу очень даже это дело нравится так здесь такой приятный дизайн не броски как говорится там в глаза там не режет так тут что-то вот тут я смотрю даже есть профессиональный блок за один час что-то у тебя это реклама давать новую ли что рекламу и отдал свою да нет значит с ними дать нет ну посмотрим если это говорится кому-то захочется почему бы ему повесе не посмотреть и так далее в принципе теперь я просто хочу объяснить значит вот людям такую вот простую истину значит и покажу это просто-напросто на примере значит я подключил на своем блоге сделал монетизацию то есть чтобы хоть небольшие деньги но капали за счет просмотра рекламных роликов на моих на моих видеороликов чтобы с помощью этого собрать какие-то там средства на поддержание сайта потому что ну ты сейчас взял только за на год а я собираюсь помощью рекламных роликов все это дело значит заработать чтобы было еще где там года на два на три вперед так вот что мне не нравится что в мои ролики вставляется скажем так реклама которую я абсолютно не знаю которые людей уводит неизвестно куда я бы конечно хотел чтобы была целевая реклама то есть именно та которую я одобряю и вот на вот этом вот сайте я хотел чтобы мы вместе значит могли сюда если кого-то и запустить нас рекламы что чтобы эта реклама была проверенная чтобы она значит не содержала в себе там никакого там насилия никаких там расовых там и других предрассудков мы естественно это будет очень жестко да поэтому значит место под рекламу мы скорее всего давать и будем просто вынуждены будем потому что сайта нужно самоподдерживать как-то но относиться к этому будем ну скажем так весьма избирательно ну ладно говорю сильно много а здесь говорит должен ты надо вас можно попробовать контекстную рекламу подключить это что такое объясни подробно а вот может видел иногда на сайте заходишь в основном на блогах она и стоит на любой блок заходишь и где-то или в середине какого-то текста или в конце страницы стоит или гугловская или яндекс директ рекламу она вписывается в тематику сайта ну а это тогда другое дело потому что человек допустим читает а линукс и и вдруг начнем нападает реклама и ему нужно идти там смотреть какую-то там губную помадку сергей мой принцип знаешь я никогда не подгоняю не ускоряю время есть состояние здоровья позволяет делаю вот и все сейчас видишь много косяков вывезло как на хостинг поставил ну а ночь сидел сегодня два дня перед этим выспался пока лежал с температурой сидишь и ночь сидел такие видимые поисправлял есть еще внутренние косяки которые что-то у меня никак не получается вот убрал форму обратной связи она не захотела работать никаким образом на хостинг да ты что ну ладно а я себе свое мыло проверил там было письмо значит пришло мне я на него ответ я подключил почтовые сервисы нашего домена понятно и испробовал как они работают ну вот мне на мыло значит письмо пришло я там написал тебе ответ ну так что думаю что но в любом случае скажем это считай что на день рождения нашего веб-сайта то есть 3 марта 2016 года вот значит в конце концов появился в сети веб-сайт где здесь мы будем реализовывать как там свои идеи там свое понимание что такое линокс кстати вот ну сергей я бы один в жизни с этим не справился честно тебе говорю потому что я прекрасно понимаю что такое техническая часть потому что я даже на своем маленьком нечастном блоге это там порой бывает упариваюсь здесь сделать такой хороший блок нравится мне он здорово так что тут я считаю что практически в плане скажем администратора сайта тут все бразды правления у тебя должны быть потому что ну я просто это даже не состояние я просто могу делать видеоролики вот и все если честно мне он тоже очень нравится да вот и полосочки эти красиво отражают это сама опросные классно сделаны и ты бы хорошо вот эти вот сделал под каждым из них потому что на блоге на но как-то ну не не так глядится а здесь все глянула программа асистем баг да он ради бога значит видно что нам много людей и пользует пользуется что естественно какие-то на первых порах будут там выползать там и ошибки там и баги и несуразности сергей покажи пожалуйста на как люди могут зарегистрироваться на сайте и объяснить для чего это нужно но регистрация у нас будет решена на форуме только на форуме да на форуме потому что вот эти мосты они постоянно слетают чуть малейшее обновление можно было связать но это постоянный риск как только обновление пришло какого-то плагина шаблона того же но в принципе это даже и лучше потому что собственно говоря но отчет на блоге то смысле на сайте так вот здесь вот значит тогда уже переправь не не а блоге а по сайте наверное и вот здесь вот посмотри фразы тут что-то съела что-то проглотила я а вот я тебя выделил ее видишь просто посмотри мы сравни с блогом на там просто что-то не докопировал не доставил но это но это мы скажем так такая мелочевка которая решается скажем в рабочем порядке рабочий момент то я его открыл потому что у меня уже крыша едет да ну нет ну прекрасно где что не так сразу свистеть ничего все я значит рот ротик закрывай на замок возьми-ка и сделай краткий экскурс пробежись по сайту по сайту в принципе в принципе тут ничего сложного нет ну давай рассказывай то что было самом начале в первом нашем ролике немножечко он видоизменился кое-какие усовершенствия сделал у нас основные менюшечки главное когда кликнешь переход на главную страничку минус романов .info переход на эту главную страничку следующее это будет переход на форум понятно и вот здесь уже человек может зарегистрироваться как говорится здесь пожалуйста зарегистрироваться есть здесь регистрация здесь вот регистрация есть здесь регистрация есть не запутаешься тут же наверху менюшечки есть переход опять на наш блок объясни зачем людям регистрироваться могут ли они заходить для того чтобы человек мог свои пять копеек какие-то дискуссии вставить с улицы посторонний незарегистрированный человек коментарии вставить не сможет все правильно вставлять темы новые открывать он не сможет абсолютно правильно считаю что если хочешь что-то сказать не скрывай свое личико нужно регистрация с проверкой адреса согласен потому что очень много спамеров которые много пользуются есть такие 5 минутные 10 минутные почтовые ящики здесь в настройках я сразу заблокировал такие возможности будет проверка на действительные ящики валидность почтового сервиса 5 минутки уже здесь тоже не пройдет регистрация то есть должен быть реальный мл все понятно ну серьезные люди должны общаться на серьезные темы и по серьезному все это будет здесь чтобы никто со своими глупостями сюда как говорится и не лез но абсолютно правильно считаю что если человек линокусом интересуется интересуется сказать не на уровне там ла-ла-ла бла-бла-бла а именно конкретными проблемами так и значит насколько я понимаю на форме будет тематика по определенным темам чтобы все комментарии не не лезли в общую кучу значит человек чтобы мог найти интересующие его раздел и по нему уже общаться с людьми на которых эта проблема интересует обязательно это сейчас открыто главная страничка форума так арсал здесь красиво но я так думаю что красиво все оформлено по мне так очень красиво нюшечка наша команда активные участники будут выявлены здесь но пока что здесь только я один тестовый тестовая регистрация для проекта ничего ничего ссылочка будет на наш форум кто не знает как с адресной строки скопировать пожалуйста можно будет вас есть что просто кликнуть по ней левой кнопкой мышки и все вот правой кнопкой левой кнопочкой кликнул выбираем ссылка дальше копирует он нос и и оставляй куда-то там на свой сайт хочешь или поделиться с другом в левой кнопкой на кликнул выделилась правая значит менюшка менюшки скопировать скопировал и это само все понятно статистика участников сколько кем ну как обычно на форуме это делается но это главная страничка дальше если пойти на форум конечно он еще не полностью наполнен сообщений здесь никаких нет но разделы так я немножечко создал остальное будет процессе работы создаваться есть раздел администрации где будут публиковаться новости администрации пользователь может обратиться с вопросами именно к администрации выразить какие-то свои пожелания относительно форума там может какие-то разделы другие открыть темы какие-то открыть новые вот по дистрибутерам linux но пока только два форума я живу в процессе работы будем это дело расширять ну нормально вообще тематика ну примерно мы здесь разбили по основным программам тоже будем потом дополнять да 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 и по крайней мере у человека есть возможность пойти именно на ту тему которая его интересует и в рамках этой темы пообщаться с людьми а не просто заниматься флудом сразу можно зайти вот допустим ну джепартер заходит в этот раздел здесь конечно ничего нет зарегистрированного пользователя будет возможность открыть новую тему задать какой-то вопрос ну понятно понятно ответ на вопрос уже не только мы будем давать здесь уже может дать любой зарегистрированный пользователь который компетентен в данном вопросе и ну быстрее может среагировать то есть пойдет уже общение между пользователями портала вот кстати я бы хотел сказать значит пожалуйста придерживаться для пользователей придерживайтесь нормативов русского языка не сквернословьте и не оскорбляйте друг друга такие сообщения просто будут удаляться и плюс сергей вставил специальную программу которая отслеживает плохие слова там матерные выражения и просто ваше сообщение даже появляться не будет а в принципе общайтесь по теме общайтесь по теме если вы считаете что выпускать там гуру в данном вопросе то не пытайтесь кого-то там с высока там получать по типу от ищи ног там то все и давать правильный ответ и это будет убираться объяснять это обязательно это будем жестко да да чтобы люди поняли что общаться пожалуйста ну хамить как говорится и материться здесь места не будет еще вопрос на который я буду обращать внимание но пока я один потом добавится уже желающие буду нас лабораторами я думаю что появится конечно желающие и появится да вот в процессе изучения даже не буду далеко ходить от линекс когда я начинал его осваивать я очень много форумов перешерстил возникает процессе работы какие-то мелочные вопросы этот вопрос по этим форму как побегал уже за голову берешься часть моменты человек задает конкретный вопрос грамотно задает вопрос но видно что он чайник или крышечка от чайника хочет получить квалифицированный ответ на свой вопрос и вот начинается 150 ответов типа такой ищи в той теме лова это знакомая картина форуме да что ты не знаешь где искать а оно тебе надо сразу будем таких банить и удалять с нашей конференции я задает какой-то технический вопрос он ожидает конкретного ответа абсолютно правильно я считаю я бы еще знаешь бы что сделал сделал бы допустим такую бы кнопочку типа экстренная помощь и пусть пусть даже эта помощь будет там и не бесплатная но скажем так по цене булки хлеба смеюсь значит очень приемлемая для человека но нажав допустим на кнопочку экстренная помощь человек чтобы смог ее получить и значит по крайней мере как говорится никуда там в тысячу мест не рыскать или же ему сразу скажут на ответ что допустим вы знаете сказать решение данной проблемы пока значит отлично допустим я там не знаю или там ее просто еще не существует не возникало или так далее но по крайней мере чтобы человек мог обратиться с любого пункта значит с любого раздела форума скажем так за экстренной помощью а у нас чтобы это как-то отслеживалось все такие вот звоночки из разных там рубрик из разных мысли я понял но думать о реализации будем чуть-чуть по поводу нет нет нельзя все сделать за один раз просто на будущее я говорю потому что на видеоролике потом сами будем просматривать сами же как говорится и вспомним что вот об этом говорили вот это было бы неплохо сделать то есть скажем так кнопочка экстренной помощи вот для себя так запамятую а так слушай ну что блок вообще как говорится я считаю что хороший получился от из блога обратно как перескакивается значит на форума вот меню наверху есть но нажми давай снова на блок или так из блога на форум понятно обратным порядком ну все нормально все работает ну да даже слов нет сергей по моему очень очень даже хорошо сделано кроме того здесь на самом блоге вот с правой стороны будет еще последние обсуждения на форуме это чтобы и людям было легче как говорится смотреть на чем идет речь и нам тоже сразу что-то понравилось последние последние 5 тем будет можно кликнуть и переведет сразу конкретно на это вот это ну я считаю что это просто очень разумно сделано хорошо сергей меня в принципе все это дело очень и очень даже устраивает но на пользователи думаю там напишут тоже свое мнение зайду значит на сайт проверить его значит сразу просьба значит много критики пока вообще не пишите потому что но сегодня первый день сайт только запустился естественно там неделю там другую будем управлять все эти огрехи дело в том что на дело на локалки вот делать вот я взял галко весел на хостинг уже и ну порядка 15 косяков уже вывезла на хостинг и вот ночью сидел я исправлял то что визуально заметил ничего ночи работы будут вылазить какие-то баре ничего сергей нормально все первый месяц у меня уйдет на устранение косяков ничего единственное что конечно если кто-то что-то заметит ну как-то надо в корректной форме об этом сообщить а куда люди могут тебе все это дело сообщить покажу несколько дней еще форум будет закрыт у меня руки не доходят сразу и там и там еще пока буду непосредственно самим сайтом заниматься форум я закрою сейчас а в дальнейшем на форуме пожалуйста здесь есть во многих местах связаться с администрации так человек нажимает появляется форма и здесь он оставляет свое пожелание оставляя свое пожелание пожалуйста он может пойти на сам форум допустим ваши пожелания и относительно нашего форума если он будут зарегистрированы и вот эта кнопочка будет активная новая тема а эту тему пишет там все понятно нормально второй раздел в административном обратная связь в принципе у нас будет тогда нормально то есть все то что скорости будут закрыты для пользователей для публикации это чисто административно все остальные разделы кроме закрытого раздела форума будут доступны все зарегистрированы ну я считаю что это как говорится разумно и нормально здесь у нас еще я уже подключил настроил будет закрытый раздел ну закрытый раздел это будет уже значит скажем так для подписчиков на скажем специфические виды услуг по типу там обучение там на основам бетинга значит но это мои дистанционные уроки но это как говорится информация платная и она дорогого стоит и на это даже обижаться не следует потому что здесь я буду буду говорить и говорю об очень серьезных темах и естественно как говорится эти темы скажем так может быть там для одного человека там из тысячи поэтому и информация здесь как говорится платные и тут даже как говорится просьба дать даже и не обижаться потому что но этот раздел никто и не увидит его увидят так называемые пользователи которых администрация вручную добавит в этот раздел да да а так обычный пользователь он даже ну и нормально нет его никто не то есть только тот кто допустим своем с моего блога или с главной страницы сайта значит зарегистрируется уже на мою тематику как говорится там те люди только смогут попасть туда куда нужно в свои кабинеты ну все правильно я считаю что это абсолютно как говорится нормально и разумно вот для пользователей значит прошу на понять значит сразу и чтобы не было никаких потом кривотолков что 90 там 95 процентов информации в основном для пользователей она бесплатная то есть мои ролики значит о линуксе и сайт сергей что нам народ только помог как говорится оказалось всего лишь несколько людей несмотря на то что у меня там около двух тысяч места подписчиков несмотря на то что на трубе значит у меня там четыреста двадцать шесть тысяч там на просмотров а помогло видите как всего лишь несколько человек поэтому и особенно много тоже и от нас не требуйте вот но тем не менее значит часть информации будет закрытой и будет платной и никаких тут это самое а вот то ничего такого не принимается все комментарии на эту тему будут удаляться люди должны знать что что то есть бесплатное а за что то нужно как говорится и заплатить ту информацию которую допустим владею я за за нее многие как говорится очень много бы отдали и как говорится и продали вот ну ладно значит сергей я считаю что в принципе и сайт и блог сделали скажем сделаны как бы в одном сайте там были в одном даже не знаю но чем оформлены приблизительно одинаково то есть вот я имею ввиду что вот цветной ряд вот впереди допустим обратно на блок вот они же практически но даже по цвету там не очень там сильно разница правильно я считаю что это нормально то есть приятные для глаз не устают глаза да это самое главное то есть вот цвета подобранным таким образом чтобы пользователей даже преддлительном просмотре не возникала усталость глаз чтобы им там не пестрила не рябила там и так далее вот это вот очень важно ну что сергей я считаю что первую ласточку как говорится мы запустили перед значит пользователями мы отчитались я сейчас сделаю ролик и постараюсь его сегодня же и выложить потому что сегодня официальный день рождения значит сайта ну сайт вот выдели выдели это самое еще раз его строке в адресной строке чтобы люди запомнили как он называется вот так вот будет называться будет называться так уже так уже называется уже называется уже так сайт вот еще тебе спасибо почему потому что вот несмотря на то что вот ты скажем человек скажем не очень молодой и тут недавно и в больнице пролежала и ты по-моему еще и чернобылица или нет я ликвидатор вот несмотря вот на такие вот скажем веки непростые в судьбе человека и вы должны понимать что и здоровье то у сергея скажем ну не очень скажем хорошее несмотря вот на такие вот перипетии вот посмотрите какой же человечище как вот он сделал этот вот сайт тщательно вылезал каждую детальку и я уверен что и через месяц уже там все будет оки-доки там прилиза на и так далее то есть вот сергей вот просто приятно работать с такими людьми как ты так что я тебе тут леща запускаю но не бежать потому что действительно это сделал ты своей головой своими ручками и я думаю что пользователи это оценят и напишут комментарии там и или на трубе тут или здесь уже на сайте ради бога я просто самом начале когда попал на твой блог вот мне сразу не понравилось то что он находится вот здесь ну мне тоже но тем не менее вот понимаешь как очень очень серьезные серьезные темы действительно многим оказал очень сильную помощь ну как всегда когда к чему-то идешь идешь через что-то я для себя выбрал самый скажем бесплатный простой дешевый вариант и тем не менее посмотри на на блоге до просмотров 134 тысячи то есть за год я начал в прошлом году по моему в феврале ну считаю что за год 134 тысячи это грубо говоря там тысячи с небольшим человек как говорится за месяц и так вот как говорится шаг за шагом вот таким вот образом на на роликах на трубе значит уже где-то подбирается к полумиллиону просмотров так что здесь тоже на что-то там надеюсь и тема то оказалась для людей интересная потому что многие хотят перейти на линукс потому что уже устали от всяких этих штучек с другими операционными системами и с их проблемами и так далее потому что большинство дистрибутивов линукс они требуют минимальных навыков и минимальных знаний по поддержанию своей как говорится операционной системы в порядке вот а информация чтобы вся была в одном месте ну как то не везде так это дело получается ну вот что я и пытался реализовать смотри во первых это практически копия твоего блога будем так считать но здесь подключен youtube твой канал да 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 последние ролики можно но не всегда человек может заскочить где-то пропустил на блог зашел допустим уже видит число когда вышел последний ролик здесь же он будет видеть последнее обсуждение на форуме так он уже последний мой ролик за сегодня что ли запустили ух ты отхватил а ну-ка 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 нажми на нем а ну я потому что тут это самое так а как а если перейти на трубу вот нажми youtube мне нет подожди сергей вот здесь вот нажать если на youtube а вот отсюда уже можно тут значит что а что тут такое реклама ну тут значит как раз идет скажем так мягкая просьба помочь как говорится нашему блогу и прочему значит и сколько это будет предложение длиться ты восстановил что ли нет пусть проскочит секунд 20-30 так вот я хочу пояснить людям что просматривая значит вот этот ролик с трубы вы оказываете посильную поддержку значит мне сергею и сайту то есть если вы на этом рекламном ролике находитесь там в зависимости там обычно от времени там полминутка полминутки минутка то это уже как бы засчитывается мне как маленький плюс и с этого маленького плюса значит естественно значит часть значит ну средства пойдут на именно вот на линукс канал на веб сайт и как говорится автором а дальше уже на практически можете просматривать видеоролик спокойно я считаю что это нормально так что вот тут написано что по требованию владельца это видео может воспользоваться только на трубе вот нажимаете на трубу у меня все видеоролики сделаны вот таким образом понятно сергей да 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 я это понял вот ну ладно ну я просто скажем так считаю что перед пользователями значит отчитался люди видели первые два видеоролика о том значит как по этапам как производилась значит работа по созданию сайта и вот сегодня уже скажем так заключительный ролик потому что сегодня значит уже сайт я считаю открытым с днем рождения да с днем рождения приглашаем значит всех можете высказывать свои пожелания вот ну естественно первый день значит первые там две-три недели особенно Сергея не донимайте почему потому что естественно он будет там мелкие недочеты устранять подождите две-три недельки а потом если значит что то уже заметите такое существенное ну тогда значит пишите и связывайтесь вот ну ладно Сергей большущие тебе спасибо значит за твою работу значит и за то что несмотря скажем так на богатырское в кавычках состояние здоровья ты все-таки это дело сделал и сделал хорошо и качественно от меня тебе мое большое личное спасибо и значит от всех пользователей канала моего и надеюсь будущих пользователей или подписчиков значит веб-сайта linux romanov.info спасибо Сергей ах не за что пользу людям приносил ладно спасибо Сергей ну ладно до свидания до связи всего хорошего ага спасибо